Сегодня, кажется, уже третий день в Бандеравелле, мы отправляемся в Хортон-Плейн, наконец-то. Это одна из главных достопримечательностей острова природная. В национальном парке Хортон располагается не только, собственно, плато, пройдя которое вы можете дойти до живописного обрыва, но и вторая по высоте вершина Шри-Ланки. Трекинг по плато занимает 9-10 километров, это такой круг замкнутый, так что сегодня прогулки, по которым я лично уже успел соскучиться. Едем, наслаждаемся приятными ароматами, свежим воздухом, красотой леса. И понимаю, что надо быть частенько дома, когда находимся, выбираться к таким красотам, больше ходить, гулять в природе. Я не говорю о том, что надо переезжать куда-то в деревни горные, но просто намного чаще выбираться на уикенд, чтобы побродить по новым местам. КОНЕЦ! 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 1800 рупий с человека стоит билет, что в принципе немало, парк работает до 6, так что нам надо поторопиться мне кажется как в общем, о, что вы видите, в этом месте есть абрик? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Придете к выходу, и невероятно холодно. Выбирайте время, с утра также будет холодно, но вы еще днем успеете кучу дел сделать, а может быть на вторую вершину подняться. Ну что, мы сделали это, дошли хоть не до входа, но до развилки. И теперь можем точно вам сказать, что лучше всего вначале идти в эту сторону, к World's End в первую очередь. Поэтому, что вам не понадобится потом подниматься по довольно сложному подъему. Тут, мне кажется, будет намного легче подниматься на обратном пути. Конечно, было бы намного круче их увидеть, когда мы приехали днем, когда светло было. Но сейчас мы просто уже выезжаем, а они тут пасутся. Мне кажется, что там, где тропа для людей, они специально вообще не появляются, потому что сильно много людей, сильно шумно, а в остальной части парка как раз для них. И мы хоть насмотрелись этих оленей прям до утра, на 10 лет вперед, но тут-то они другие, это другие олени, и на них снова интересно смотреть. Ну, туман просто невероятный. Такого опыта у нас еще пока не было. Когда мы ехали, это были американские горки, и дух захватывало. А сейчас ты видишь только то, что освещают пары, и то непонятно, потому что спустился дождь, спустился туман, и это экстрим. А тут еще нету отбойников, или как они там называются, которые освещают дорогу, что вот здесь сейчас будет поворот. Нету этого. Мы выехали из облака, и я этого не заметила, потому что мы снова в него, кажется, объезжаем. Кирилл такой резко остановился. О, я думаю, что, неужели мы медведя увидели? Нам повезло. Мы просто из облака выехали. Я тут вся на нервах. Знаю, сколько мы будем домой ехать, но точно сегодня Рома оглотнем.